проехал я 6 километров заряд все четыре процента здорово здорово катался да такое ощущение что у меня люфт где-то есть а сейчас уже осталось 41 вот здесь по такой дорожке конечно кайф ехать прокатился газу даун тебя уехал то есть восторг потом ты покупаешь наступает реальность и ребят всем привет меня зовут илья и совсем недавно я стал владельцем электромотоцикла suron x в этом видео я хочу с вами поделиться своими первыми впечатлениями от поездки в горы в городе геленджик так ну что ребята отправляю свою первую покатушку сейчас у нас 77 процентов аккумулятора направляюсь на гору посмотрим сколько пробег сейчас проехал 800 метров от гаража ну и поделюсь впечатлениями от езды покажу вам пару кадров горы проехал я 6 километров заряд 64 процента но батарея вообще как пришел с китая так и и не заряжал ничего не делал вот то есть я думаю потом она прикатаются будет дольше держать также вот потрогал мотор мотор теплый чувствуется просто теплый не горячий теплый но это я проехал всего шесть километров без нагрузки посмотрим что будет дальше сейчас самая веселая дорога у меня предстоит подъем на гору и а и 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 вот там трампинки там на мотоциклах я видел часто катаются можно попробовать туда попозже съездить но я думаю сто процентов не 58 звезда туда нужно сейчас попробуем заехать сюда на гору тащит хорошо газ не в пол газу даю он пробуксовывать начинает но тяги хочу сказать хватает в принципе он медленно но он тянет очень уверенно газу я добавляю он просто пробуксовывать и все могу спокойно вот на заднее колесо встать ребята это мое любимое место я тут очень любил раньше на мотоцикле ездить и сам факт того что я могу на суроне сюда приехать спокойно заехать это меня очень радует доехал до места 52 процента аккумулятора у меня он там люди наверху лазают на мотоцикле на эндурике я доезжал примерно вот до этой елки там дальше я падал переворачивался и еле-еле как спускал оттуда мотоцикл потому что он тяжелый а кстати тропинки здесь смотрите какие а ну-ка давайте попробуем снизу сейчас доедем сюда мне самому интересно насколько это вообще реально на моем байке но но пока я еду любуйтесь какая красота тормоза новые но уже жужжат как будто барабанные сейчас будем пробовать заехать под откос вон на ту гору блин я думаю сто процентов у меня ничего не выйдет ну ладно поехали уклон тут дикий просто жесть особенно вот здесь вот я даже пешком еле как иду здесь только на эндурике с огромной скоростью заезжать короче сурончик сюда на этой звезде не затянет ему тяги не хватает ну по крайней мере я теперь понял что мне сто процентов нужна пятьдесят восьмая звезда прям сто процентов из плюсов байк очень легкий и с ним управляться легко на мотоцикле бы я так не развернулся сейчас газ пол пробуем докуда я поднимусь на нем все тяга сдувается 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 ну скажу так на своем эндурике я примерно до сюда же доезжал но мне тяги здесь все не хватает но из плюсов что я могу чуть-чуть газу подать и пешком вместе с ним зайти то есть сейчас мне это очень легко делать меня сурон за собой тащит я на эконом режим поставил и все все здесь уже уклон не такой резкий спорт режим ставлю все поехали давай давай в гору ого тянет привет ребята не помешаю вам тут короче на этом пике я еще не был на мотоцике именно на электровелоке я сюда заехал ну как заполз сейчас едем дальше ну я уже под привык к его мощности я ожидал от него больше честно скажу но все равно тем не менее сейчас я уже понимаю как он тянет мне нравится я еду мне нравится я еду и очень здорово десятый раз повторюсь надо просто звезду побольше поставить и будет кайф вес решает все зарывается зараза именно тяги не хватает все дальше он меня переворачивает назад начинает и я скатываю смотрите какая здесь нюля сыпучая все более-менее нормальный участок спорт режим поперли дурацкий звук тормозов меня конечно напрягает еще что хочу отметить он низкий все жалуются на его размер вот если по таким горкам скакать это большое преимущество потому что я ногами везде достаю ровно и вот даже сейчас почти под 45 градусов гора я то есть уверенно стою на ногах и спускаюсь на обычном мотоцикле я помню по памяти я бы так не смог опасные участки я преодолел и все могу теперь снова ехать я первый раз еду мне надо к нему привыкнуть поэтому для профессионалов буду лобанем казаться но ничего ребята я даже не претендую чуть-чуть покатаюсь научусь буду гонять только так сейчас привыкаю к нему еду аккуратно вот здесь по такой дорожке конечно кайф ехать кайф реально кайф чувствую себя сейчас как на велосипеде только педали не надо крутить вот здесь таких сложных участках да мне на нем нравится больше чем на моем honda вот но если брать прямые где нужна скорость эндурик конечно рвал во все щели я даже честно говоря сейчас не понимаю каким образом видосы где эти эти велосипеды назовем их так соревнуются с мотоциклами обычными это невозможно просто я по старой памяти вспоминаю какая динамика у меня была в моей дегрышке это вообще не сравнится такое ощущение что у меня люфт где то есть пока не могу понять где но когда я еду я чувствую его приеду буду проверять предварительно все протянул но как есть буду вам честные правдивые отзывы говорить потому что я сам как покупатель был заинтересован посмотреть но видел только хорошее и поездочки я видел только как по асфальтику катаются по городу и все а те которые были по лесу типа такой трассы где я ездил они были без комментариев без звука просто типы вваливали катались наслаждались я думаю до заката успею съездить до креста до туда еще километра два с половиной наверное а у меня 40 процентов зарядки то есть грубо говоря когда я выезжал из дома у меня было ну 79 78 да по-моему а сейчас уже осталось 41 дорога тоже относительно гладкая но тут действительно я сейчас прохватил кайф вообще нереальный получил так едем дальше здорово здорово как дела все ништя как ты здорово брату променял я вас короче бацаны а я катался тоже на эндурике решил всю эту тему попробую взять ну правильно что надо пробовать я катался катался да вот звезды ему только не хватает тяги чуть чуть звезды и покрышки нормальные ну да ну вот на цепочке как бы ее прям сильно не хватает а так нормально ну кайф чё мы тебя поздравляем с такой покупкой спасибо ладно давайте угасим мы вниз спускаемся да к дороге здесь мы к дороге спустимся да 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 прямо а вы местные нет не местные не местные ладно понятно ну давайте ребята удачи все пока ладно да 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 все отлично да 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 на самом деле на самом деле до этого я хотел купить себе эндурик вот у нас зима в геленджике мотоцикл у меня был всегда но перед летом я его к сожалению продал сейчас опять мне захотелось и совсем недавно я увидел типа который ехал на таком электробайке вот я остановился познакомился с ним он мне дал прокатиться и я задумался о покупке такого мотоцикла потому что мне действительно понравилась первая поездка я вообще не ожидал что он так попрет и да я захотел себе такой электробайк через два дня я снова к нему приехал попросил его прокатиться вот чтобы эмоции по утихли прошло два дня как раз я проехался и в принципе понял что да я хочу на этом мотоцикле как бы кататься я себе хочу такой вот единственный момент у него была 58 звезда вот на ней он болит прошло буквально дней 7 и я себе приобрел свой мотоцикл вот и поехал в горы на самом деле немного большего я от него ожидал в плане мощности в плане тяги потому что с места он рвет очень сильно а потом тяга после 30 км ну ускорение вот это все пропадает вот и как бы он вроде едет а все прикольно но чуть-чуть большего хочется безусловно плюс у него конечно же тоже есть это размер вес и это наверное решающим фактором для меня в конце стало потому что по тем местам где я катаюсь предпочтительнее вес мотоцикла вот раньше я катался на honda degrid 250 кубов она примерно в районе 120 килограмм весила и во многих моментах мне было тяжело сразу оговорюсь я не тот человек который занимается кроссом я просто любитель просто катаюсь вот у меня были до этого мягкие эндуро это шерпа супер шерпа 250 кубов была и honda degrid в общей сложности четыре года я примерно не катался вот такие покатушки лайтовые были и дальше как бы у меня не было желание переходить на более мощный мотоцикл хотя у меня у друзей gtm были более мощные yamaha но тем не менее мне нравилось так то есть я как любитель потребитель то есть катался и все в принципе вот на суроне плюсы что он легкий маленький маневренный это конечно очень здорово что могу сказать по итогу все таки это больше велосипед велосипед с моторчиком хороший достойный я не жалею что ее купил единственное что могу посоветовать если вы смотрите данный байк и хотите его купить вместо эндуро то нельзя эти вещи сравнивать эндуро есть эндуро все таки батарейки к сожалению меньше держит в активном режиме чем заявляют но у меня батарейка как бы новая я очень надеюсь что она дальше больше будет держать потому что это первый цикл у нее был также я уже успел покататься со своим другом который на хонде 250 кубов тоже катается на эндурике и это будет во втором выпуске обязательно посмотрите там будет наглядное сравнение электробайка и мотоцикла по катушке в одинаковых условиях и кто где лучше что могу сказать по итогу я остался доволен после покупки данного электробайка я привык его характеристикам я понял как он тянет где он едет примерно на какое расстояние можно рассчитывать дальнейшем я хочу конечно же поставить 58 звезду для нашего рельефа это просто необходимо если среди зрителей есть владельцы суронов напишите в комментариях свои первые впечатления которые у вас были после первой покатушки потому что когда ты его еще не купил это ожидание и реальность то есть ты ожидаешь от него нечто ты на эмоциях чуть-чуть прокатился газу дал он тебя уехал то есть восторг потом ты покупаешь наступает реальность и тут либо ты с ней миришься тебе нравится либо ты разочаровываешься в общем подписывайтесь на мой основной канал Sunriders там я буду как раз таки снимать видео о покатушках на суронах подписывайтесь ребята